Многие школы и вузы дают большой упор на изучение иностранных языков. Это хорошо развивает память и мышление, а также открывает новые горизонты и возможности. В последнее время список доступных для изучения языков начинает расширяться. Российские вузы начинают предлагать студентам изучение китайского языка. Китайский язык набирает популярность в мире науки. Однако сохранение русского языка как основного средства общения ученых остается приоритетом. Лингвисты выделили для всех языков определенную систему оценки сложности. Согласно этой системе китайский язык находится на третьем уровне, который считается самым сложным. Языки этого уровня характеризуются тем, что на их изучение требуется не меньше двух с половиной тысяч часов. Русский язык тоже имеет третий уровень сложности. Я думаю, да, он один из самых сложных. Вообще считается, что самый сложный – китайский. Но в китайском там железная логика. Если ты поймешь логику, тебе все будет понятно. А в русском с логикой не все в порядке. Китайский относится к языкам изолирующего типа. Фактически там нет грамматики в нашем понимании. Под данным порталом Superjob.ru по востребованности языки занимают следующие позиции. Первое место немецкий – 59%. Второе место французский – 14%. Третье место итальянский – 11%. Четвертое – китайский – 5%. Шестое – испанский – всего 4%. Китайский язык является официальным языком Китайской Народной Республики, Тайваня и Сингапура. Во всем мире на нем говорят свыше полутора миллиарда человек. Именно поэтому интерес к изучению данного языка с каждым годом растет. София Пирогова, Роман Ланцев, телеканал ЮТВ.